35 лайков и 15 комментариев ускорят выход следующего ролика. Спасибо за вашу активность под последним видосом. Здравия желаю дорогие друзья, меня зовут Север и тоже хуй пойми какая часть прохождения арк мобайл. Если верить в википедию, мне закрыты две ачивки, одна на крафт штурмовой брони, а вторая на приручение титанозавра. И все-таки как ни крути, пройти арк без сотового уровня является невозможным. Продолжаем высаживать контент из пальца, приятного тебе просмотра. Здарова. Чем мы будем заниматься в этой серии? А я честно говоря хуй знает, единственное что я точно хочу сделать это скрафтить гриндер. У некоторых наверняка возникнет вопрос, чувак зачем тебе гриндер, у тебя есть промпечь. Объясняю. Чтобы использовать промпечь тебе для начала нужно откуда-то этот металл взять. В моем случае я просто беру кеца, хватаю анкила и лечу на грифонку, и там уже проходит минут 10, когда я достигаю максимального веса. Потом этот металл надо сюда перекинуть, потом нужно ждать пока этот металл переплавится, и это все не по-нашему. А чтобы получить слитка металла с гриндера, тебе достаточно пойти в какую-нибудь пещеру. Например хардзимка или же лава пещера, почему бы и нет. Короче мужик, давай ты не будешь меня доебывать, и я спокойно поставлю уже наконец-то этот гриндер. У меня есть еще куча дерьма, которого можно сломать, и мы с тобой увидимся, когда я уже все сломаю, хорошо, да? Ну в принципе вот, небольшое количество ресурсов, как и договаривались. Единственное что, у меня теперь дефицит с бензином. Но это того стоило, 5000 металла, 3000 волокна, даже бы сказал почти 4000. В общем, классно. Огромный дефицит с бензином, мне постоянно приходится летать за нефтью, и возможно сейчас еще раз пойдет все. Слушай, может нам химстол скрафтить? Я хуй знаю, зачем он нам нужен, я наркотики и порох уже не крафчу. Это наверное с начала выживания, да? Для химстола нужны кристаллы. И я походу дегрот, потому что я ломал ну просто дохеричи вещей в гриндере. И в гриндере по-любому должны быть кристаллы. Ну-ка, блядь, и нахуй. Да, пожалуйста, 880 кристаллов, супер. Я не ломал вещь из полимера, потому что не было куда его девать, но я сейчас попробую его обработать. Короче, смотри, мы проводим следующую махинацию. Так, берем химстол, ставим его, ставим еще один предмет, чтобы я смог сразу же его сломать. Ломаем. Переносим сюда ресурсы, из которых был скрафтен, как раз-таки этот чертов, как его зовут, блядь, я забыл. Химстол. Ну и таким махинациям у нас должно выйти где-то косарь чистого полимера. После этого дерьма у меня получилось 1439 полимер чистыми. Неплохо, думаю, пригодится, если будем крафтить помпу или что-нибудь такое, не знаю. Вот сюда поставим химстол, думаю. Хорошо, мы его скрафтили, давай сварганим, наверное, наркотиков, потому что тут эти 500 наркобыри с хуём валяются уже определенное время. Отсюда возьмем бензин, опять же, у меня с ним дефицит, но, думаю, достаточно. Здесь есть бензин? Да, есть. Сюда поставим 27. А сюда, наверное, штук 20 нормально будет. Остальное впихнем в генератор, чтобы про него на какое-то время забыть, и сейчас скрафтим наркотики. Всё, супер, 26 штук. Знаешь, уже давно пора выполнить задание Photography Riderspace, или же фотографии редких существ, и которые требуют фотки единорога, блядь. И, короче, это пиздец. Ну, я нафармил амбер, всего лишь потратил на это, ну, два с хуем лишних часа. Блядь. Титанчик, ебать. Давай-ка моего с фотком для начала. Всё, супер. Мегалозавр, ебать. Лиц всех-сих съебать. Единорог, ебать. Если у вас мозг чуть меньше размера вашего члена, и вы не поняли, откуда единорог взялся, у меня был имплант. Амбер я нафармил, я воскресил, и имплант я сейчас ещё заберу. Мау ли, в будущем я захочу его приручить, кто его знает. Раз у нас есть амбер, давай дальше воскрешать всяких существ с данжа. У нас там ещё, ну, дохерища, мягко говоря, имплантов, и нужно использовать их. Так, маленький не нужен, давай медиум. Бальзам. И огромный кусок говна. И он сразу приручился, всё, супер. Теперь я хочу приручить Экуса, не потому, что он там очень полезное существо, а просто потому, что он хорошо будет смотреться на базе. И, в принципе, почему бы и нет. Вот у нас есть морковка, я её даже не фармил, бы с холодоза просто взял. 290 Экуса, всё, давай. 23% с первой морковки, он дальше ещё меньше будет. Угу. То есть ты будешь в одну и в ту же сторону идти, да? Ладно, эх, хулисос, бля. Чего он меня скинул? Всё, последняя кормёжка осталась. Итого у нас получился 405 уровень. Если бы он меня не скинул, то, скорее всего, был бы 449, хотя он 290 был. Это 300, в основном 450 получаются. Экус Пауэр 2.64. Если честно, я особо не знаю, что это значит. Это, типа, увеличенный урон копыт ими или что такое? Слушай, в моём холодильнике есть вот 4 амнезии. Я думаю, может быть, их использовать. Я хочу, естественно, пофармить амбер с помощью кирки, но моя кирка с говно, ты сам это видишь. А здесь у нас 193 урона, то бишь, моя 81, а здесь 193. Чувствуешь разницу, братан? Итак, выпиваем тоник, наконец. Всё, супер. И качаем всё в урон, но я бы прокачал один раз вес, на самом деле, потому что чувствую, что он не будет качаться нормально. Всё. Остальное всё в урон, и того у нас... Ну, нормально, в принципе. И, в общем, увидимся с тобой после фарма. Я собрал абсолютно все жилки с металлом, и с вулкана, и по спуску вулкана, и снизу вулкана везде, и по итогу мне выпало только 5 амбера. Я не знаю, блядь, на сервере мне везло намного больше, чем здесь. Ладно, придётся по старинке фармить. Блин, чуваки, у меня не сохранилась прошлая запись. В общем, я приручил такого аргента, стоило возрождение 16 амбера. Так, тебе вес, тебе, я думаю, прокачаем урон. Всё, супер. Так, как я показывал, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Здесь есть порловия, которую тоже приручил, и она стоит 24 амбера. Её возрождение максимально бесполезное, блядь, существо, не знаю зачем, но, наверное, просто для галочки. Здесь поставил два компоста. Здесь я обновил фундаменты, поставил рампу, поставил, естественно, всю эту хуйню. И давайте, наконец-таки, садить. Уже пора. Так, это морковка, это картошка, это лимончики, а это вроде кукурузка. Так, теперь давай удобрение по одному в каждую засунем. Это мне как раз какой-то джук-носорог сделал. Это же джук-носорог, верно или нет? Ну и сюда ещё две. Всё супер, и я думаю, то, что нам нужна фиомия. 170-я фиомия, давай её таймить, сколько у него, во-первых, оглушения. 2600, ну вообще ни о чём. У меня есть токсичные стрелы, 20 штук как раз-таки задания приручения бронтозавра. Откуда ещё 20 штук было? А я, честно говоря, хуй знает, я не помню. То ли с подарка, то ли ещё откуда-то. Так, хватит же оглушения, да? Нет, не хватит, придётся ещё раз выстрелить. Ну ладно. Всё супер, вроде как никого нету здесь опасного. Давай вот, скормим это. По 5% с бальзамом. Голодает она довольно-таки быстро. Можно было бы и не использовать бальзам, но я очень нетерпеливый, поэтому так, да. Сейчас притомится. Всё, буквально 2-3 минуты прошло, и фиомия уже есть. Во-первых, стоп. Во-вторых, держи седло, потому что оно у меня есть, я его даже не крафтил. А то есть ты ягоду вообще не собираешь. То есть ты максимально, блядь, бесполезное существо. Единственное, чем ты полезна, это тем, что ты срёшь. А почему тебе ещё камера боком? Блядь, неудобно. Я не понял, блядь. Ты чё, блядь, охуял? Я спрашиваю, ты чё, охуял? Ну, тебя уебать? Пошёл нахуй отсюда. Да, с рэта на коже скрэц, блядь. Конечно, божественно. О, white coloring. Давай, короче, покрасим всю броню в белый как раз. Давай. Нагрудник. Штаны. Перчи. Шлем. Бартинки. И одеваемся. Какая скуба. Всё, теперь я негр в белом. У меня сейчас шутка такая в голове возникла, но я думаю, лучше не озвучивать. Гений на севере, опять забыл включить запись. Короче, я слетал, пофарел немножко псы и обратно забрал артефакты. Сейчас мы их расставим в том порядке, в котором вижу я, а не в том, в котором видит он. То бишь игра. Так, короче, давай, знаешь, что сделаем? Поставим куда-нибудь артефакт живности сюда. Типа, чтобы было, ну, более-менее гармонично смотрелось. Типа, три артефакта с пещер. Тут три артефакта с пещеры и один артефакт с данжем. Всё, супер. А теперь давай подумаем, куда бы уместить, так сказать, третий пол педистала. Так, ну, теперь давай расставим. Ну, дожка, ну, думаю, нормально смотрится. Сюда давай корнотавра. Сюда мегалодон. Кто там гавкает, блядь, и мамонта. Так, как на эпографике? То же самое, блядь. Как написал подписчик, эпография делает целых нихуя. Почему-то определённые голокрамы полностью прозрачны, а некоторые прям видно частицы. Да кто, блядь, гавкает? Всё, мужик, на этом всё. Спасибо тебе большое за просмотр. С тобой был Север. И помни, всё только начинается. Удачи. Я Ларекс, блядь, я тебя так ненавижу. Просто надеюсь, ты сдух... Уважаемый, для меня дошли слухи, что вы хотите получить по физиономии. В таком случае предлагаю вам поколотить друг друга. Слово сказать, я занимался любовью с вашей мамой. Глупец, мы с вами братья. Я уверен, мы не братья по крови. А я уверен, что вы чёртов с вами. Готовьте к физиономию ссудой. Сейчас будем махать кулак.